На железнодорожной станции Люберцы-1 состоялся рейд, в котором приняли участие замглавы городского округа Люберцы и специалисты управления транспортом. Поводом для проверки инспекции послужили жалобы жителей на плохую работу электронных устройств на станции. Подробнее в нашем сюжете. Заместитель главы Люберец Николай Покацкий общественным транспортом пользуется часто. Однако на этот раз цель его визита на железнодорожную станцию Люберцы-1 – непростая поездка, а инспекция. Задача – проверить, есть ли проблемы с работой турникетов и терминалов по продаже билетов. Билет я купил без проблем, он оформлен. Сейчас пытаемся зайти. Не работает. В час пик, когда на станции яблоку негде упасть и каждая минута на счету, подобные ситуации значительно усложняют жизнь пассажирам. За минувшие полгода в администрацию Люберец поступило более 15 жалоб от пассажиров-электричек казанского направления. Да, у меня иногда бывает, не получается пройти по билету, приходится пользоваться помощью сотрудников. Не срабатывает билет? Плохо работает. А как часто такое бывает? Зачастую. Я езжу каждый день и практически каждый раз бывает такое часто. Что билет не срабатывает? И что делаете? Я подхожу к человеку, который может меня пропустить на электричку. Контролеры железнодорожной станции сейчас тоже работают в режиме многозадачности. Им приходится не только следить за порядком, но и пропускать пассажиров, у которых турникет не распознал штрих-код билета. Если в обычных станциях человек 300-400, а в таких крупных станциях, как Люберцы первые, это за пределом тысячи уходит. По словам контролера, такая проблема вовсе не из-за плохой работы турникетов. Всему виной качество бумаги, на которой печатают билеты. Терминалы по оплате работают, все нормально прошло. По турникету возникли проблемы. Будем разбираться именно с начальником станции, в чем дело. Подобные рейды замглавы и специалисты управления транспорта и дорожного движения намерены проводить не реже двух раз в месяц, чтобы оперативно реагировать на жалобы пассажиров пригородного транспорта. Виталия Куликова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.